Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Доктор И» и мы, её ведущие. Кирилл Рацик и доктор Ирина Першина. Сегодня в выпуске. Радио-йод-терапия. От истоков до новых технологий. Семейные встречи. Общение как отдушина для людей с деменцией. Мамардика. Растение-лекарь, которое можно вырастить дома. 82 года назад, в конце марта, в медицине произошло знаменательное событие, которое заложило основы современной ядерной медицины. В клинической практике для лечения пациента впервые был применён радиоактивный йод. С тех пор, благодаря применению этого изотопа, во всём мире было вылечено сотни тысяч людей, страдающими теми или иными заболеваниями щитовидной железы. Что нового произошло в лечении радиоактивным йодом за последние годы, обсудим прямо сейчас. У нас в гостях врач-эндокринолог, радиолог Марина Шеремета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Марина Сергеевна, вот многие слышали о существовании данной терапии, но не все знают, с чего всё началось. Вообще, кому пришло в голову использовать изотопы? История применения радиоактивности началась достаточно давно. В 1936 году американский врач-эндокринолог Сол Герц задумался о возможных радиоактивных свойствах йода. Впервые Сол Герц применил открытый радионуклидный изотоп успешно для лечения. Основатель радио-йод-терапии прожил короткую жизнь, оставив несгладимый след в мировой медицине. С какими трудностями ему пришлось столкнуться при внедрении этого метода лечения? Об этом мы спросили у его дочери, Барбары Герц. Доброе утро. Здравствуйте. Мой отец, доктор Сол Герц, менее чем за пять лет в отсутствии компьютерных технологий, прошел путь от опытов до внедрения в клиническую практику радиоактивного йода. Он всем сердцем верил в свой таргетный диагностический терапевтический метод. На этом пути были трудности, связанные с тем, что он был чужаком, иммигрантом. Кроме того, хирурги тогда были не готовы использовать внутренние облучения для диагностики и терапии. Препятствиями также стали этические вопросы публикации медицинских исследований, а также Вторая мировая война, прервавшая его первые клинические испытания. Уверенность пришла после того, как в марте 1941 года был вылечен первый пациент с болезнью Грейса. После этого Сол Герц успешно диагностировал и пролечил карциному щитовидной железы. Он предугадал, что его работа в области лечения рака щитовидной железы как целенаправленного диагностического и терапевтического метода даст ключ к решению проблемы рака в целом. Огромное спасибо вам за то, что чтите наследие моего отца. Несомненно, это был великий человек. Он произвел некий переворот в медицине. А вот скажите, что изменилось со времен Солы Герца? Как поменялся этот метод лечения? Гармония радиационной эндокринологии на сегодняшний день состоит в четкой выстроенной коммуникации врачей из областей онкологии, радиологии, эндокринологии, молекулярной генетики и, безусловно, медицинской физики. На сегодняшний день врач-радиолог обладает всеми методами топической диагностики, такими как УЗИ, МРТ, компьютерная томография и методами функциональной диагностики, такими как синтеграфия. Синтеграфия может быть совмещена с исследованием Аффект, то есть показывая 3D-картину. И, что очень важно, совмещение функциональной диагностики с синтеграфией, с гибридными методами топической диагностики, и врач может получить так называемую функциональную молекулярную визуализацию и составить максимально точно индивидуальный план лечения. Возможности молекулярной биологии на сегодняшний день показывают большие перспективы, которые подтверждены многочисленными исследованиями в отношении молекулярных носителей, таких как моноклональные антитела, специфические белки и пептиды, которые могут служить именно биологическими носителями для доставки радиации адресно в очаг накопления. А с какими заболеваниями помогает бороться йодотерапия? Широкое применение радионуклидной терапии, форм тиреотоксикоза, то есть гиперфункции щитовидной железы, очень распространено в мире. Это основной метод лечения функциональных нарушений, сопровождающийся этой повышенной функцией щитовидной железы. В чем уникальность метода и в чем его плюсы? В том, что метод не инвазивен. Безусловно, это альтернатива хирургическому лечению. Метод является безопасный, сопряжен с низким риском осложнений, отсутствием временной потери трудоспособности, относительно низкой себестоимостью и прекрасным эффектом лечения. Вторым направлением применения радионуклидной терапии – это пациенты, которые прооперированы по поводу злокачественного образования щитовидной железы, то есть так называемая адювантная, то есть этап долечивания второго этапа лечения – адювантная лучевая терапия. Здесь радионуклид направляется на разрушение остаточных тереоидных клеток. И на сегодняшний день это единственный метод лечения отдаленных метастазов, в частности, дифференцированного рака щитовидной железы. Насколько нам известно, в вашем центре разработана своя методика индивидуального дозиметрического планирования. Расскажите, пожалуйста, в чем ее суть и какое оборудование для этого используется? В последние десятилетия происходит переход при использовании радионуклидной терапии к выбору метода именно индивидуальных терапевтических активностей. Методика начинается с диагностического этапа, которая завязана на то, чтобы оценить то техническое оборудование, которое используется для расчета активности, соотнести погрешность формирования индивидуальной дозировки, изучить распределение всех параметров фармакокинетики и с учетом распределения еще в органах физиологического накопления этого изотопа и максимально эффективно пролечить пациента с прогнозом всех рисков и, главное, прогноза ответа на лечение после выписки, прогнозом времени его нахождения в закрытом режиме и необходимости этого закрытого режима позволяет нам на сегодняшний день ряд приборов, которыми мы располагаем для проведения этого индивидуального планирования. Я так понимаю, что сейчас в студии мы и наши телезрители могут видеть то оборудование, которое вам необходимо в работе. Расскажите, пожалуйста, что оно из себя представляет и, самое главное, объясните, как это работает. Один из основных приборов, который используется для контроля качества лечения, это вот такой индивидуальный дозиметр. Данный дозиметр разработан в России впервые и он обладает максимальными метрологическими характеристиками при таком компактном размере. Существующие мировые аналоги на сегодняшний день имеют гораздо большие размеры и худшие параметры. Индивидуальный дозиметр позволяет оценить ту поглощенную дозу, то есть ту активность, которая распределилась в ткани органи-мишени и распределилась по органам физиологического накопления. К этим органам относятся щитовидная железа, слюнные железы, мочевой пузырь и почки. И по беспроводным каналам связи передать информацию лечащему врачу для назначения терапевтической активности. А как используется этот прибор? Он подносится к каким-то местам, куда-то помещается, куда-то приклеивается? Как это работает? Данный прибор, с учетом своих компактных размеров, размещается в области шеи пациента, таким образом. Под специальный воротник. Да, под специальный воротник. И позволяет получить данные фармакокинетики в режиме реального времени и рассчитать ту самую необходимую терапевтическую активность, которая будет эффективно и безопасно оказывать свое воздействие. Насколько я понимаю, есть органы-мишени, да, которые накапливают в себе вот это вот излучение, и именно их важно контролировать, да? Безусловно, мы оцениваем распределение первично в основном органе-мишени, это щитовидная железа, и есть органы физиологического, то есть нормального накопления радионуклида, это слюны, железы, почки, мочевой пузырь. То есть вы этот датчик помещаете в районе непосредственно самой щитовидной железы и в районе мочевого пузыря, да? Это тот орган, как раз в котором накапливается. В области мочевого пузыря размещается, и пациент безболезненно носит этот прибор. И измеряет, мониторит при этом состоянии. И измеряет, мониторит состояние, и врач получает в режиме реального времени те необходимые данные, которые он может использовать. А сколько дней надо носить вот эту всю аппаратуру? С момента диагностического этапа до выписки примерно 6-7 дней. Марина Сергеевна, а насколько безопасно это лечение? Потому что многие боятся лечения радиоактивными частицами больше, чем саму патологию, с которой они пришли. Лечение на сегодняшний день можно провести максимально эффективно и безопасно. На каком этапе эта разработка находится сейчас? Она уже широко применяется, или мы только ждем этого момента? В настоящее время мы регистрируем прибор как медицинское изделие. В последующем, вторым этапом, планируется ввод прибора в эксплуатацию. Конечно же, целью мы видим внедрение в клиническую практику и, возможно, внесение в клинические рекомендации. Марина Сергеевна, мы вам желаем успехов в разработке этого прекрасного оборудования, которое, я уверена, принесет еще больше здоровья вашим пациентам. И спасибо за интересную беседу в нашей студии. Спасибо вам. Оставайтесь с нами, вернемся сразу после рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok